Кашья Памуни разгневался, но он обвиняет себя. Таковы качества садху. Садху не проявляет гнев ни на кого, кроме себя. Он всегда обвиняет только себя во всех бедах. Он считает, что это он развил сильную привязанность к дите, потому что она хорошо служила ему. И из-за этого он дал ей обещание. И теперь дети просят сына, который сможет убить Индру. Кашья Памуни гневается на эту свою привязанность к дите. И так Варшнафон гневается на себя. У меня тысячи недостатков. Я реально оскорбитель. И поэтому я тону в этом материальном океане. Я не могу выбраться отсюда, не вижу способа, как вырваться отсюда. Но я хочу, я хочу выбраться. И поэтому я принял тебя, я предался твоим лотосным стопам. Потому что я знаю, что любой, кто предался твоим лотосным стопам, он, несомненно, освободится. Потому что таково твое обещание. Бхагавадгити Кришна попросил Раджуну сказать, «Любой, кто является моим Бхактой, никогда не погибнет». Любой, кто становится Бхактой, Бхагаваном, он будет защищен. А Кашья Памунион Бхакта. Сейчас он молит Бхагавана о защите. Он не может найти выхода из этой ситуации. Любой, кто так делает, ну то есть совершает какую-то ошибку и потом молится Бхагавану, предается Бхагавану. Несомненно, Бхагаван как-то подскажет ему. Бхагаван покажет ему путь, как выбраться из этой ситуации. И теперь что произошло? Кашья Памуни, он использовал фразу «Индраха, дева бандхавах». И у этой фразы получилось два значения. То есть, одно значение – это убийца Индры, а другое значение – друг полубогов, друг девов. Но друг полубогов никогда не убьет Индру. И вот такое благословление дал Кашья Памуни Дити. И дальше он описывает обеты, которые необходимо соблюдать Дити, чтобы обрести такого сына. Вчера мы говорили о Шудха Бхакти, на прошлой лекции, и как обрести любовь к Богу, и как никогда не желать ни наслаждения, ни освобождения. Им также говорили о четырех вещах. Это Випхава, Анубава, Сатвикавия, Причаги. Также Аламбана, Удипана, Випхава. Мы говорили о двух типах Аламбаны. Это Ашрая и Вишара. Бхакти, благодаря помощи Бхакты, развивается. И вот это Ашрая Аламбана. То есть Ашрая – обитель любви Бхакты. Вот это наша Бхакти развивается благодаря помощи Бхакты. Это Ашрая Аламбана. Бхакта, благодаря своей Бхакти, доставляет удовольствие Бхагавану Кришне. А сам Кришна, Бхагаван Кришна, он является Вишаря Аламбаны. То есть он обитель любви, и он Аламбана в виде этой обители любви. Видя что-то, мы вспоминаем Кришну или Кришналилу. Это называется Удипана. Увидев павлиния перо, Мукунда потерял сознание. Харидас. Он потерял сознание, увидев Факира с коброй. А, нет, он не потерял сознание. Он немедленно вспомнил, как Кришна танцует на головах змеи калии. Видя какой-то объект, мы вспоминаем Кришну. И это Удипана. Когда мы вспоминаем Кришну, мы испытываем чувства. Это называется Аннуправа. Иногда мои чувства могут видеть, воспринимать, а иногда нет. А, иногда мои чувства кто-то может видеть, а иногда не могут это видеть. Но Аннуправа ее видит, то есть она проявляется внешне. Допустим, человек плачет, он катается по земле и теряет сознание. Человек, он вспомнил о Кришне, да, и начал танцевать. Не может он сдержаться. И следующий признак Аннуправа, когда человек, он катается по земле, потом громко поет, потом внутри тело сжимается, или снаружи тело сжимается. Он может кричать, это хунгкара, или глубокое дыхание. И неважно уже, как это воспринимают другие. Он может громко смеяться, икать из-за сосредоточенности ума. Всего 13 признаков приводится на право. И Гуру Махарадж делится, как Гургавиндасвами, его Гургавиндасвами, несколько раз очень громко прославлял Джаганадху. Ну, необычно громко. И все были удивлены. Однажды он также пел киртан очень громко и танцевал. И вот в последней своей лекции в Буванешвари, когда праздновали 100-летие Шилы Прабхупады, он рычал, как лев. И тогда Гурдев, он был там менеджером. И к нему подошел человек и сказал, почему вы не позволяете садху говорить? Зачем вы устроили всю эту культурную программу? Ну, там, естественно, была лекция, и потом была какая-то культурная программа. Ну, как везде на всех праздниках. Но этот человек говорит, зачем эта вся культурная программа? Лучше бы Гургавиндасвами говорил. Вот. И Гурдев на той лекции, он говорил очень громко. Хотя было хорошее усиление, то есть хорошие колонки, не было нужды, можно было говорить тихо, но он не мог сдерживаться. И как эти симптомы, они разовьются? Они будут развиваться в соответствии с нашей расой. То есть все эти симптомы, они будут развиваться в соответствии с нашими отношениями, с нашей расой. Эта раса, она буквально заставит эти симптомы проявиться. Если человек, допустим, имеет гнев внутри, да, он как-то проявится в действиях, как-то проявится на лице. Также, если у человека много расы внутри, она как-то проявится снаружи, не сдержать это. И следующее – это Брава. Она проявляется восьми способами. Это сатвика Брава, сатвика Века. Это слезы, дрожь, волосы. Волосы дыбом испарены, остолбенение, прерывается голос. Махапрабху, когда он пришел в храм Джаганадхи, он не мог произнести даже имя Джаганадхи из-за сильной любви. И затем он потерял сознание. Цвет тела меняется у человека, потому что внутри много этой расы, много премы. И последнее – это пралая, уничтожение. Человек не знает, что делать. Смотрите, Пундрика Веденитхи, он жил как царь и был очень хорошим предным Горанге Махапрабху. Галадхара Пандит пришел к нему и увидел, как он роскошно живет. Что у него шелковые одежды, он живет этот пан, плевательницы из драгоценных металлов, служанки служат ему. Он подумал, это не сатху, это проги. Я пришел не туда. Мукунда, который был с ним, он понял. Он понял все это. Вот он начал цитировать шлоку из Бхагаватана. Слушая эту шлоку, Пундрика Веденитхи стал подобен сумасшедшему. Он стал кататься по земле и плакать. Несмотря на все это окружение, одежды. И это пралая. Очень много права. Бхава, она стремится к старой бхаве. И так становится в репхичаре. То есть нет уже никакого этикета, нет никаких внешних вот этих ограничений в репхичаре. Когда правы приходят вместе, человек ощущает нектар. Эта раса зовется Кришна Бхакти-раса. Нектарное ощущение. Мы уже говорили про это сочетание. Йогурт, леденцы, сладкий вот этот, миши, ги, черный перец, камфора. Все вместе становятся расалы или амритатулии. То есть очень вкусные, очень приятные. И когда вместе сатвикабхава, анубхава, випхава, в репхичаре приносят, они соединяются, они приносят вот эти нектарные ощущения со свады. И это происходит пятью способами. Шанта-рати, даси, сакира, вацали и мадхури рати. Шанта-рати преданно исполняется искренности. А исполненные искренности он почитает Бхагавана Кришну. У него нет никаких желаний, кроме Кришны. Он уже оставил все эти другие желания. Но все же любви, мама-ты, такой близкой любви нет. Вплоть до Шанта-рати нет любви. В даси-рати преданные получают умостроение служения. То есть вот эта Кришна-ништа и искренность, они остаются, так же как в Шанте. И появляется определенная любовь, определенная привязанность. Он думает, Кришна – объект моего поклонения. Я его вечный слуга. Я получил милость от него. Он служит Кришне с любовью. Но все-таки у него есть благоговение и почтение. То есть он не может оставить это благоговение и почтение. И вот эта даси-бхакти может развиваться до уровня раги. Всякие преданные не думают, что Кришна – Господин Вселенной. Что он может любого наказать. Ну, что он такой великий, да. Он считает Кришну равным себе. Он мой друг. Нет разницы между ним и мною. Или, ну, нами. Много любви там. Он откусывает фрукт, да, и дает Кришне. Он говорит, Кришна, попробуй, очень вкусно. И Кришна принимает. Такой предан, он не думает, что он дает остатки пищи Кришне, своей пищи. Он просто дает ему самое вкусное, самое нектарное. О, Канай, этот фрукт очень вкусный. Я попробовал. Возьми. В даси-баси так не делают. Допустим, в Джаганадхапурии, те, кто служат Божеством, они завязывают рот, нос, гамчи, чтобы не попробовать раньше, чем Кришна попробует. Кришна говорит, те, кто считают меня маленьким, хрупким, никогда не считают меня верховным. И вот в саке человек может подняться до Анухаги. В отца Легаси, на Анда и Шода, что они думают о Кришне? Они думают, Кришна, мой сын, я должен поддерживать его, заботиться о нем. Они не думают, что Кришна поддерживает всех. Они сами заботятся о Кришне. Другие, но в основном все люди, как они думают? Кришна позаботится о нас. Он заботится о всех. Ну вот, это молитва. То есть тут что говорится? Что Кришна, по его желанию все происходит, все создается, все вселенные. Но теперь Кришна нуждается в моей милости, защите. Потому что он мой сын. Для удовольствия Кришны я провожу этот фестиваль, провожу его день рождения. Я отец, и я делаю все, что необходимо. Даже не важно, нравится это Кришне или нет, я должен это сделать. Ну, Гурма Хараж говорит, что в Индии до сих пор еще кое-где принято, чтобы дети слушались родителей. И поэтому, как думает отец, да? Если Кришна не слушается, я должен наказать его. Потому что он младше и не слушает нас, родителей. Ну, то есть это приведет к будущим каким-то проблемам. И это возможно только тогда, когда есть родительская любовь. Из-за вот этой вацалия, раз они говорят, не делай этого, сядь здесь, иди туда. Кто может так поступать с верховной личностью Бога? Они думают, что он невинный ребенок. И он не знает, что хорошо, что плохо. Они думают, я должен позаботиться о нем. Для его блага я отчитываю его. Я шлепаю его. В Сакия-гасе такого нет. Там нет такого настроения, что надо отчитывать, наказывать. В Сакия-гасе может быть такой, что иногда я забираюсь на плечи Кришны, иногда Он забирается мне на плечи. Потому что мы равные, да? Кришна всегда будет с нами. Он наш друг. Допустим, когда бы мы не пошли в лес с коровами, Он всегда будет с нами. Он пойдет с нами, Он будет играть вместе. А в отца-ля-гасе уже много родительской любви внутри. Там такое, что неважно, счастлив я или нет, приятно мне или нет. Главное, чтобы у него все было хорошо. И в отца-ля-гасе доходит до конца анухаги. В Сакии только начало анухаги. То есть, и та, и другая доходят до анухаги, но в Сакии только начало анухаги, а в отца-ля уже до конца анухаги. А в Матруя-рате Кришна, Он прия-си. Девушки, они являются подругами Кришны. И что они делают? Они пытаются удовлетворить Кришну всеми своими чувствами. Потому что они всегда видят Кришну Господином своих сердец. Наша обязанность доставлять удовольствие всем его чувствам. Для удовольствия Господина жизни Кришны они принимают все виды критики, все виды оскорблений в свой адрес. Они всегда жаждут идти к Кришне и служить Ему. Они всегда хотят, чтобы все его чувства были удовлетворены. Для этого они всегда прилагают усилия. И Матруя-рате во Врадже достигают уровня Бхавы и Махабавы. Махабава – это высший уровень любви. Как у любых продуктов есть конечный какой-то этап переработки. Допустим, молоко можно перерабатывать вплоть до Ги. То есть сначала получить сливки, потом получить масло сливочное, а потом можно получить Ги. Ги – это конечный продукт. И конечный продукт сахарного тростника – это сахарные кристаллы. И вот так конечный результат любви – это Махабава. Остальные семь раз, которые мы упоминали на прошлой лекции, из этих двенадцати, они незначительны, они вторичны. Эти семь раз, они не остаются в сердцах Бхакта. При некоторых обстоятельствах они приходят и уходят, как гости. Они приходят и уходят. Наварюгендры четверо кума – они Шанта Бхакта. То есть это пример Шанта Бхакта. Наварюгендры четверо кума. В Даси Агаси есть очень много Бхакта. Допустим, Вавраджа – это Субала, Шайдама, все мальчики, пастушки. В Двага Калиле – это Пхима, Арджуна, Накула, Сахадева и Тхиштира. Все они всякие аси. Но их отношения основаны на богатствах, могуществе. Айшваги и Миша. Вавраджа, Нанда, Ишода и пожилые гопы и гопи имеют в Ацалью родительские отношения. В Матхури Лили, Васудева, Деваки, они тоже имеют в Ацале Расу. Тоже родительское отношение. В Двага Капури, все жены Кришны, Лакшми, они имеют в Матхури Агати. И девушки в Гаджа, в Гаджа Канта. Они муки, они главные в Матхури Агаса Бхакти. Вот в их Матхури вообще нет никакой айшваги. Когда есть гьяна и айшваги, то есть вот это знание или стремление к этому великолепию, богатству Господа, там есть и бхая какая-то, какой-то страх там есть. Лакшми, жены Кришны, они имеют страх, но гопи они не имели никакого страха. Когда Кришна, Он проявил лилу болезни, к нему пришел Нарада Муни. И Нарада спросил Кришну, Кришна, как помочь тебе избавиться от этой болезни? И Кришна ответил, если кто-то, кто любит меня, даст мне пыль со своих стоп, я нанесу эту пыль на свое тело, мой жар пройдет. Нарада сказал, хорошо, хорошо, я сейчас сделаю. Он пошел и сразу начал просить цариц Двараки. Они ответили, как? Как ты это себе представляешь? Как мы можем дать пыль со своих стоп? Мы отправимся на адский планет, ведь он наш муж. Как мы можем это позволить сделать? Вот это гьяна, это знание, оно приводит к страху. Затем Нарада Муни попросил девушек в Раджи. Он сказал, Кришна болеет. И что они ответили? Кришна болеет. Возьми все, что угодно, возьми, сколько надо пыли, набирай. Пусть мы пойдем в ад, в любое место, неважно. Лишь бы Кришна излечился. Вот это Матхурия, тут вообще нет никакого страха. Он может обнять меня. Он может перешагнуть через меня. Он может вышвырнуть меня. Все равно он господин моей жизни. Таково настроение в Раджи Гопи. Потому что их любовь, Вишутха, она очень чистая. И это Кевалагати. Даже прикосновения гьяны и вараги нет в Кевалагати. Когда Кришна исчез во время танца расы, все Гопи искали Кришну. Кришна предстал перед ними в образе Нарайны, с диском, раковиной, булавой, лотосом. И Гопи сказали, О, Нарайна, прими поклоны. И что дальше? И дальше они ушли. Не нужна им эта Айшваги. Они не хотят никакие богатства. Не хотят этой богатой, великолепной формы Кришны. Нам нужен Кришна с павлиним пером, с хулейтой и вамши. Во Ваджи, Айшваги и Гьяна, они скрыты. В Мадхури, Дварыки и Навайкунхи, Бхакти, оно смешано с богатством и знанием. Где есть эта Айшваги и Гьяна, любовь, она отжимается. Утхава, он прибыл из Двара Капури во Ваджи Пури. Кришна на самом деле специально его туда послал. Так просто никто не может туда попасть. Допустим, Лакшми, они очень хотели попасть туда, но они не смогли. Потому что тот, кто имеет Айшваги и Гьяна, они не могут войти в Мадхури Пури, в эту обитель Мадхури. Смотрите, Ишода, она увидела всю Вселенную во рту Кришны. Но она не хотела принять это. Неинтересно было ей это. Она все это забыла благодаря Юга Мая. Она, ну, не надо ей этого. Васудевы и Деваки в тюрьме Камсы, они склонились к Дандавате перед сыном. У них был вот этот страх, благоговение. В Аварадже нет Айшваги и Гьяна. Неважно, какая там раса, даже там Саакия, Даса, любая раса, но там нет Айшваги и Гьяна. И вот поэтому в Лакшми они не могут попасть в Аварадж. А девушки в Аварадже, они не могут попасть в Двараку. Почему они-то не могут? Да потому что они не хотят. Они не хотят видеть этого, что там происходит. Жители Дваракапури, Вайкутхапури, они не вдохновляются Мадхури Пуре. То есть им неинтересно вот это настроение, которое там, в Аварадже. Смотрите, мать Васудевы, это бабушка Кришны, получается, она сказала Нагоди, не ходи в Аварадже, не приглашай их на Ягью. Ну, что произошло? Кришна, он захотел совершить жертвоприношение. Ну, как, он не захотел, сказали, что надо. Ну, и он захотел в итоге. Вот. И его бабушка, это мать Васудева, она сказала, надо пригласить людей. Но она сказала, всех приглашаем, это Нагоди, она дала такие указания, кроме жителей Ваджи. Потому что они не знают этикета. Они не знают, как правильно вести себя. Они маленького ребенка связывали, наказывали. то есть Кришну в детстве они отправляли в лес пасти коров. Заставляли ходить по колючкам, камням. Она ничего не могла это понять. Она говорила, они негодяи. Она не понимала, что такое Матхури Рати. И, соответственно, те, кто находится в Матхури, они не хотят смотреть на Тайшваги. И неинтересно это Тайшваги и Гьяна. Это из лекции Шиши Матчи Тани Чандры Прабу 01.12.2009 Тайшваги Продолжение следует...